Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные, и все любители поработать на земле отправляются на свои дачные и садовые участки. Недавно наша съемочная группа побывала в гостях у мастера овощевода, который в своей теплице выращивает томаты весом более килограмма. Ну что ж, разговоры разговорами, а показывать-то надо. Итак, отправляемся в гости в поселок Московский, где нас ждет героиня программы и ее сеньоры-помидоры. Да, сначала погода на канале Россия. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, температура ночью 15-20, в горах до плюс 15, днем 26-31 и местами до плюс 23. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11, температура ночью 18-20, а днем 29-31 градусов тепла и высокая пожароопасность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в гостях у прелестной женщины. Это специалист в своем деле, агроном с большим-большим стажем работы. Анна Алексеевна Угневенко. И она сегодня поделится своими секретами о том, как на своих участках вы можете вырастить очень вкусные ароматные томаты, огурчики, перчики. И дабы не терять время, Анна Алексеевна, доброе утро нашим телезрителям! Здравствуйте! Доброе-доброе прекрасное утро! Удачного всем дня! Вы готовы сегодня поделиться с нами своими секретами? Готова? Тогда вперед! Поехали! Анна Алексеевна Угневенко – профессиональный мастер-овощевод. 28 лет проработала на известном на всю страну тепличном комбинате «Южный». Шесть лет назад приобрела небольшой дачный участок. И, недолго думая, вместе со своими замечательными соседями решили объединиться, снести все разделительные заборы и поставить небольшие теплицы, где на сегодняшний день выращивается более 150 сортов томатов, а также огурцы, болгарский перец и много чего еще. Дорогие друзья, огородники, дачники, пенсионеры, молодежь, все, кто любит землю, я приглашаю к себе. Расскажу вам о том, как выращивать томат, как правильно его вырастить, в какие сроки провести посадку, когда мы хотим какой урожай получить – ранний, средний, поздний, совершенно поздний. И в зиму можно зеленых томатов насобирать. Ну, приступим. Смотрите. Вот это у нас летняя теплица. Посадка в этой теплице у нас произведена в начале июня. Сорта здесь совершенно разные. Кто-то любит крупные, чтобы на салат кто-то любит в баночку или украсить свой стол. Поэтому выращивают разные томаты. На данный момент у нас выращено где-то 150 сортов и гибриды. Мы гибриды тоже покупаем. Стараемся больше концентрироваться на сорте. Почему? Потому что сорт мы можем собирать сами семена, а гибрид желательно нет. Потому что томат от гибрида появляется в уродливой форме. Идет расщепление. Поэтому мы стараемся высаживать сорт. В этой теплице обратите внимание на почву. Как видите, здесь у нас скошенная трава. Без семечек. Если бы мы вскосили траву с семенами, на следующий год мы бы полностью занимались только сорняком. Распосадку мы провели в июле месяце, в начале июля месяца. И была жара. Нам пришлось положить, смотрите, сколько сантиметров. Обратите внимание, почва сырая. Что делает сено, солома? Ну, сено нежелательно. Солома и трава. Они не дают испаряться влаге. Они защищают почву от солнца. И вдобавок под соломой работают черви. Червячки перепахивают вместо нас нашу почву. Это вообще шикарно. Я просто всем советую, вот именно у кого высажены томаты на улице, высажены томаты в летних тепличках, в нашей зоне, где световая зона седьмая, у нас очень жарко. Поэтому всем советую смотреть больше и обращать внимание на солому, на почву. Если почва хорошая, и томаты тогда будут хорошие. Здесь томаты все разные. Смотрите, вот здесь томат каприз природы. Он еще не спелый, огромный. И здесь каприз природы. Здесь томат сливка. А здесь томат черри, золото, амишей. Еще не спелые, разные томаты. И вот здесь еще у нас уже начали спеть томатики. Называется экзотика шоколад. Вот, пожалуйста. Дети очень любят. Оператору дать покушать? Или со мной? Вот так. Сейчас оператор подтвердит мои слова, что это очень сладкий и вкусный томат. Это томаты для открытого грунта. Они у нас остались, и мы их оставили. В этой тепличке совершенно разные-разные томаты. Вот томат, который нам просто подарили. Вы не поверите. Фермер приехал разговаривать со мной. Консультация нужна была. И подарил мне вот это количество томатов. Смотрите, какие томаты. Томат называется Мейшуай. По три плодика, по четыре плодика в кусту. Они будут попозже, конец августа и сентябрь. Вырастут, мы их будем прищипывать в начале сентября. То есть, что такое прищипка? Прищипка – это ограничение роста. Сам томат Мейшуа при благоприятных условиях может вырастить до 14 метров в высоту. Мы не доводим до этой степени, потому что у нас не теплица, а просто летняя тепличка. И мы поэтому защипку делаем в сентябре, в первых числах. И уже в ноябре снимаем последний плод. Пойдем дальше в другую тепличку. Посмотрим, там у нас срок посадки мартовский. Уже мы скоро приходим к выброске. Вот там масса у нас томатов. Томаты очень разные. По три куста высажены разных томатов в наших тепличках. Пройдемте и посмотрим. Приглашаю в другую тепличку. Здесь у нас тепличка вот ранняя. Она под поликарбонатом. Мы высаживаем томат в середине марта и получаем урожай с середины июня до августа. В августе у нас выброска в этой теплице. Пожалуйста, прошу, заходите. Ой, здесь уже Галя хозяйничает. Посмотрите. Ну и как вкусно? Бесподобно, да? Смотрите, что я здесь хочу вам показать. В этой тепличке у нас высажены растения. По три, по четыре, иногда по пять растений. Все разные. Сборная. СССР. Да, точно. Вот смотрите, здесь какой красивый. Как виноград. Да, это называется звездное небо, да. Спелость его вот уже готовая. Спелая. Прекрасно. Черри. Черри вот здесь. Ну, как видно, мы здесь уже хорошо. Детишки наши, внучата и дети. Мы сами как дети. Мы эти черри очень любим. И здесь у нас черри парпора. Очень красивый. Вот обратите внимание, тут еще зеленые, их очень много. Здесь посажено у нас четыре куста. Но с каждого куста сделано два кустика. Если вы заметили, посмотрите, один кустик. Потом раздваиваем и ведем уже урожай в два ствола. Это очень удобно. Урожай дополнительно получается. И как бы и места сохраняем поменьше, и урожай побольше. А здесь у нас томат новый. Называется маршал. Смотрите, какие томаты. Настоящий маршал. Даже на вид, да? Да, вот, смотрите, смотрите, он с сердечком. Какой красивый. Спелость уже пошла. Вот какие томаты. Тоже немножко. На эту сторону, если обратим внимание, здесь у нас томат каприз природы. Это тройной томат. Смотрите, я вот его срываю. У нас мы выращиваем, я забыла сказать, выращиваем чисто экологическую продукцию. Мы ядом не работаем. Работаем просто, стараемся работать, профилактическую работу делать. То есть работать сывороткой, йодом, дегтярное мыло, покупаем жидкое, и метромедозол. Это заменитель трихопола. Вот это сочетается все. 10 таблеток метромедозола, 2 больших столовых ложки дегтярного мыла, 15 капель йода и литр сыворотки. Все это смешиваем с 10 литрами воды и делаем профилактическую обработку по листу. Для чего? Чтобы наращивался грибок полезный и подавлял бактерию, ненужную для растений. И когда регулярно, каждые 7 дней будем делать профилактическую работу, болезни у нас не будет. Ну а вредители, уж извините, от вредителей стараемся спасаться нашатырным спиртом, пищевой содой. И вдобавок также дегтярное мыло для прилипаемости к листу. А когда уже совсем большую проблема, помогает нам солнышко, помогает нам ветер, помогает нам град или еще что-нибудь. Вот тогда мы прибегаем уже к химии. Но химией мы стараемся как можно больше не пользоваться. Почему? Потому что мы сами это кушаем. Кушают наши дети, кушают наши мамы, кушают бабушки. И вот я сейчас сорвала томат. Он немножко у нас вот такой. Хочу его разломить, не просто разрезать, а разломить. Вы обратите внимание, сок с него потек и какая внутри сахаристость. Видите, играет на солнышке. Плод полный, без прожилок. Большую часть, один или два сорта у нас с прожилками, остальные все вот такие сладкие, вкусные. Обалденные. Обалденные. Проходим дальше. Здесь мы ограничили точку роста, чтобы у нас как можно быстрее созревали томаты. И последний томат мы соберем в конце августа. Смотрите, это вот томаты из-за листочка вот так оборву, чтобы хорошо было видно. Смотрите, какие томаты. Это у нас алый мустанг. Вот такие большие-большие томаты. Вот они созревают. Какие красивые. Много их. Все его любят. Он тоже такой же сахаристый. Тоже такой хороший. Выдерживает растение. Анна Алексеевна, а вот секрет-то всего вот этого богатства в уходе, наверное, все-таки? Смотрите, секрет больше всего – это почва. Многие делают как? Посадили пустую почву и ждут чего-то. И уходных работ действительно нет. За каждым растением нужен уход, уход, уход. Что мы делаем? Мы в первую очередь… Видите, в прошлый раз у нас здесь была солома. И мы эту солому закапали вместе с навозом. Зиму перезимовали. Мы зимой поливали, чтобы перегнивание шло. И там уже для наших томатов питания достаточно. Под корень мы ничего в течение сезона за эти 4 месяца мы не даем. Работаем только по листу. Под кормочки наши листовые. Вот, смотрите. Вот как выдерживает этот томат. Смотрите. Видите? Какие томаты. А в среднем сколько вес одного такого плода? В среднем, если взять, то 680-650 грамм. Есть кило 100, кило 200, 800 грамм. Вот это вот томаты 4 куста. Мы долго искали. Это сорт называется слива тетушки сварло. Я так обрадовалась, когда купила тетушка сварло. Я купила, а домой прихожу, там написано подарок тетушке сварло. Думаю, нет, не то. И нашли мы 10 семян. Слива той тетушки сварло. Не знаю, почему слива. Вот она вроде бы похожа немножко на сливу. Но смотрите. Смотрите, какое богатство. Богатство не то слово. Не то слово, да. Вот уже спеть начала наша тетушка сварло. Скоро будет спелый. Пока мы еще его не пробовали. Но уже скоро попробуем. Здесь мы уже, как сказать, покушали. Что называется покушали? Это вот сибирский тигр. Томат плоский. Очень вкусный. Можно разломить и посмотреть, что внутри. Видите? Сахар. Прожилочки нет. Хороший томат. Вкусный. Поверьте на слово. Точно вкусный. Я Галю в две руки дам. Так. Вот здесь у нас. Смотрите, томат на что похож? Вот обратите внимание, на что он похож? Желтая ракета. Вот представляете? Желтую ракету. И доверху. Вот какие они здесь. Томаты. Шикарные. А здесь, здесь белый сахар. Он один у нас томат. Поспел. Остальные пока еще нет. Вот зеленые стоят. Действительно, он, поверьте мне на слово, он белый сахар. А это томат. Черное сердце бреда. Так и называется. Смотрите, как тут можно. Вот. Огромные. Они коричневого цвета. Черное сердце бреда. А вот еще уникальный сорт. Смотрите. Зеленая сосиска. Зеленая сосиска. Так и называется. Так, дайте мне один помидор найти зеленый, который уже поспел. Только не скармливайте мне его, пожалуйста. Хорошо. Значит, этот зеленый сосиска, вот он один спелый, попался. Смотрите, отличие какое. О, оторвало один. Вот мы его и проведем дегустацию. Галь, ну может... Нет, я оператору, можно? Я вытру, не боясь. Оператору, вот, пожалуйста, передам. Пусть попробует и скажет, что это за томат. Сладкий, вкусный, хороший. А здесь сорт называется петух. Не знаю, почему назвали его. Вот я даже подписала его петух. Он похожий на гребень, но... Да, кстати, похож на гребень. Но вот петушиный гребень, как-то вот так. Перейдем на другую дорожку и посмотрим. Здесь я остановлюсь только на двух сортах. Почему? Потому что если рассказывать о каждом сорте, будет очень большое время. Смотрите, вот здесь посажено у нас два растения. Из них сделано четыре. Это зимняя вишня. Через зимняя вишня. Как видите, пустых очень много. Потому что в первую очередь съедают взрослые, не дети. Хотя дети любят больше всего. И остановимся, пройдем на одном из сорта. Это сорт «Дамские пальчики». А вот этот сорт я вам хотела показать. Смотрите, здесь у нас пять кустов томата. Хочу показать вот этот. Два томатика. Отличные. Вот как растение, но держит. Видите, этот томат мне просто-напросто подарила женщина. Один помидор. И сказала, что это сорт. Я с него взяла семена. И мы с моей напарницей высадили эти семена. Смотрите, что получилось. Назвали просто «Валентина». Сорт от «Валентины». Поэтому она и «Валентина». Все. Здесь можно пройти, остановиться на вот этом сорте. Здесь тоже мы постоянно его обрываем. Это «Виагра». Вот. Это вот уже поспел томатик. Мы его сейчас тоже продегустируем. И потом расскажем, какой он у нас получился. Все теплицы у нас забеленные. Обычной известью. И добавление майонеза на ведро воды. С известью. Килограмм извести. Ведро воды. И майонезную баночку. Маленькую. Побелка. Водомульсионка. Все это смешали. И просто-напросто насосом побрызгали так, чтобы был зонтик. Видите? Как будто платье в горошек получилось у нас. И если обратить внимание, то вот здесь уже холодок. Вот. Как будто горошек рассыпанный и холодок. Вот таким образом мы спасаемся от жары. Какая красивая аллегория платье в горошек. Не говорите. Анна Алексеевна, ну, увы, время у нас цигель-цигель. Ай-лю-лю, как говорится. Ничего прекрасного. Поэтому я предлагаю на этом сегодня тему томатов завершить. Да. А в следующий раз мы с вами встретимся и обязательно поговорим о чем? Да, обо всем. Хотите о перчиках? Давайте о перчиках. Они у вас невероятных размеров. Без проблем. До следующей встречи и поговорим о перчиках. Прелестно, Анна Алексеевна. С нами сегодня прощается, дорогие друзья. Галина Алиева с вами тоже прощается. До следующей встречи. Оставайтесь на канале Россия. Пока-пока. Пока. Пока.